МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш якутский край называли тюрьмой без решеток ввиду отдаленности и недоступности территории, суровости климата. В 30-е-50-е годы прошлого века здесь раскинулся страшный гулаг, известный всему миру по произведениям Варлама Шаламова под названием «Колыма». На территории Якутии располагалось 105 лагерей гулага. В целом они занимали территорию около 1 миллиона квадратных километров. Представьте себе, это 1 третья часть территории Якутии, а на территории Аймакония располагалось 32 лагеря. В небольшом поселке Тамтор при средней школе имени Николая Заболоцкого-Чисхан создан уникальный литературно-краеведческий музей, где содержится богатейший материал о судьбах и творчестве репрессированных советских писателей и поэтов, отбывавших ссылку в лагерях на территории Аймаконского улуса. О Борисе Ручьеве, Алексее Алдане Семенове, Варламе Шаламове и других. Академия «Полярная звезда» уже более 10 лет системно работает с руководителем музея, заслуженным учителем Российской Федерации Марией Поликарповной Бояровой. В небольшом поселке Тамтор при средней школе создан уникальный литературный музей и содержится богатейший материал о судьбах и творчестве репрессированных советских писателях и поэтах, отбывших ссылку в лагерях на территории Аймаконского улуса. А руководит музеем замечательный педагог, заслуженный учитель Российской Федерации и Республики Саха-Якутия Мария Поликарповна Боярова. Почему у меня вот такой музей? Аймаконский улус – это улус особенный. В годы сталинских лагерей на территории Аймаконского улуса было более 30 сталинских лагерей. Даже был детский лагерь, был женский лагерь. По нашему поселку и по многим поселкам нашего улуса проходит знаменитая Колымская трасса. Трагическая трасса, которая была построена руками заключенных гулаг. С Магадана до Хандаги, столько километров через горы, через бурные горные реки, через огромные такие просторы, была проложена с помощью кайла, лопаты и телеги. Это дорога, которая по сегодняшний день является главной нашей жизненной артерией. Всегда, когда едем по этой трассе, думаем, что все-таки как велика сила народа, которая построила вот эту дорогу, которая оказалась просто на сегодняшний день живым памятником величайшей истории нашей Родины. Вдаль летит стрелой дорога, ветер за стеклом поет, через мари и отроги трасса нас зовет вперед. Словно наша жизнь бурлива, рассечася от Тедабан, нас несет она счастливо из Якутска в Магадан. Мчит железная упряжка, и причин для грусти нет. Отчего же вдруг так тяжко? Горы нам вздыхают вслед. Видно, больше помнят горы, видно, лучше помнят нас, на каком огромном горе эта трасса родилась. На их лике шрамом вечным не затянется никак, на костях, на человечьих это мрачный путь в гулаг. Сердце этой болью сжало, вспомнит и о них страна. Выруби на этих скалах всех погибших имена. И сегодня светлый вечер, не забудь, друг, шапку снять. По останкам человечиим будешь ехать и шагать. Писатели, именно литераторы оставляли после себя ту память, которую мы должны с вами сегодня сохранить. Через произведения этих людей мы узнаем о том трагическом времени, о чувствах людей, которые не поддались несчастью, не поддались давлению властей, времени, а смогли сохранить свои души, как писал один из поэтов, красным солнышком среди колымского ада, среди людей, которые попали туда. А попадали туда люди разные. Как писал Борис Ульщев, там были воры всех мастей, мастера поганых махинаций, преступники всех пород, каких только людей там не было. На 40 с лишним процентов были там люди, которые попали по 58-й статье. 58-я статья означала то, что люди говорили что-то негодное властям. Говорили о том, что кому-то живется плохо, какой-то руководитель работает плохо, что власть не заботится о ком-то. Это очень грубая вина. Если ты похвалил американскую или там немецкую технику, тебе переписывали статью 58-ю. За это расстрел, за это 25 лет тюремного заключения. Дети голодали, и кто-то из поля принес домой несколько картофелин. Тоже это враг народа. Уже ему грозила тюрьма. Бригадир холхозный, у него пропал скот. Он оказался вредителем власти. Ему опять присуждали 58-ю статью от 15 до 25 лет. Вы историю изучаете, знаете, какое это было время. Столько было расстрелянных. Только самый пик сталинских репрессий – это 1937-38 годы. И за полтора года там было арестовано полтора миллиона человек и расстреляна половина. Голодные, измученные, с обмороженными лицами и руками, В обуви из рваной телогрейки, в 60-ти градусный мороз ученые, поэты, военные специалисты и артисты, летчики и врачи долбили кайлом гигантские скалы, укладывая камни в основание дороги. Мария Поликарповна продолжает свой рассказ. Юнкуры узнают о замечательном человеке, фельдшере по специальности и поэту по зову души Борисе Ручьёве. Человек, который раскрыл всю трагедию колымских лагерей. Его синяя тетрадь, его колымские тетради оказались просто уникальным явлением литературной жизни тогдашнего Советского Союза. Он рассказал о том, как любая тюрьма делает человека хуже, чем он есть. Потому что человек должен жить и работать на свободе. Человек должен быть свободным. Когда-то мы вообще постоянно изучаем творчество этих писателей. Шаламов жил у нас в Тамторе. Оттуда он писал письма своим близким, друзьям. Но самое дорогое для него были письма Бориса Пастернака. И вот неизданные рукописи доктора Живага он отправлял в далекое якутское село Тамтор. В маленькую почтовую избушку, куда ходил Шаламов и получал эти письма. Варлам Шаламов, поэту, стихотворение, посвященное Борису Пастернаку, благодаря письму, которого выжил в Ваймеконе поэт. В моем еще недавнем прошлом, на солнце камни раскаля, босые пыльные подошвы, полила мне моя земля. И я стонал в клещах мороза, что ногти с мясом вырвал мне. Рукой обламывал я слезы, и это было не во сне. Я мял в ладонях полных страха, седуя потные виски. Моя соленая рубаха легко ломалась на куски. Я ел, как зверь, рыча над пищей, Казался чудом из чудес. Листок простой бумаги пищей, С небес слетевший в темный лес. И каждый вечер в удивлении, Что до сих пор еще живой, Я повторял стихотворение, И снова слышал голос твой. И я шептал их, как молитвы, Их почитал живой водой, И образком, хранящим в битве, И путеводную звездой. Они единственную связью, С иною жизнью были там, Где мир душил, Житейской грязью, И смерть ходила по пятам. Очень интересные письма. Письма, где человек не жалуется на судьбу, А размышляет о смысле литературы, О смысле поэзии, о том, как надо писать стихи, О том, как надо писать произведения. Это уникальное явление. Он там же у нас пишет очень много произведений. Мы очень гордимся тем, что среди его произведений Есть стихотворение «Школа Барагони». Это про нашу школу. Есть у него стихи, посвященные нашему почтовому отделению. Сотый раз иду на почту. Милое почтовое отделение. О нашем поселке, которого тогда называли Барагоном. И барагонская тема, ну, красной линией, Проходит через многие рассказы Варлама Шаламова, Написанные тогда. Я была на конференции международной, Посвященной столетию Варлама Шаламова в городе Москве. Это в 2007 году. И вот когда мы выступали о том, Какой жизнью жил Варлам Шаламов у нас в Тамторе, Я никогда не забуду реакцию зала, Что подходили люди, плакали. И просто даже две женщины у меня передо мной встали на колени. Они обнимали меня и плакали. Это были так называемые сидельцы. Тогда еще часть из них была жива. Со мной была моя ученица. Она тоже была потрясена вот этим. Настолько им было дорого то, Что вот мы смогли сохранить память об этих людях. И я увезла туда маленькую листьевницу на светочном горшке. Специально весной, когда она еще не засвела, Откопали мы, посадили. Она опустила корни. А почему? Потому что для Шаламова самые любимые деревья Были это лиственница и стланник. Потому что он говорил, Что северные люди похожи на лиственницу. Такие же мужественные, Такие же селеустремленные, Такие же... Так, несмотря на страшные условия жизни, Они тянутся к жизни. Вот северный человек подобен такому дереву. В нашем Аймеконе не только были вот такие известные писатели, Но имена писателей, Имен писателей у нас было более 30, Оказывается. Мы нашли более 30 имен. Замечательные рассказы, стихи, Романы писали люди, находясь в ссылке. Несломленные духом люди. Они оставили такое, ну, великое наследие своим потомкам. И когда им невозможно спокойно читать все эти произведения, И еще раз с большим уважением Проникаешь к прошлому своей страны И понимаешь, какую сложную жизнь Все-таки прожил, проживает наш великий народ. Отбывал ссылку Балерий Борисович Бронштейн. Он попал к нам только потому, Что был единственным оставшимся в живых родственником Льва Тросского. Он учился на втором курсе университета, Готовился стать геологом, Когда оказался в Аймеконской тайге. Он работал при иске, Он искал золото, Открыл несколько месторождений. Потом он уехал домой после освобождения в Москву И стал во главе геологической промышленности Советского Союза. Очень известный человек. Написал книгу «Преодоление», Откуда мы узнали тоже много-много интересных фактов О нашем Лусе, о нашей Якутии. Отбывал ссылку у нас герой Советского Союза Дмитрий Дмитриевич Ванлярский. Легендарный человек. Человек, который участвовал в обороне Севастополя. Ручным пулеметом орудовал, как деревянной скалкой. Синный. Мать его была военным врачом Первой и Второй мировой войн. Он дошел до победного Берлина, вернулся. Но когда праздновали победу, у него произошел конфликт с поляками. И вот за это он и попал в наш Аймеконский край. Но я имела счастье с живым встретиться с Дмитрием Дмитриевичем Ванлярским. Он очень известный нашей России человек. Когда праздновали 50-летие Великой Победы, Маргарет Тещер специально его пригласила на празднование этого юбилея к себе Дмитрия Дмитриевича Ванлярского. У нас в музее есть фотографии, где он целует руку Маргарет Тещер, где он гостит в королевской семье. Где его жена Лидия, абсолютно простая русская женщина, очень хорошо готовит. И она удостоена была чести подготовить ужин для королевской семьи. Это все настолько, если все вникаешь. Я просто поверхностно сейчас рассказываю, потому что это очень долго рассказывать. Лев Термен находился у нас. А этот человек впервые создал подслушивающий аппарат и музыкальный инструмент Терменвокс. Кто-нибудь слышал про этот инструмент? Сейчас редко кто играет. Был такой художественный фильм «Солярис». Этот фильм создан, именно музыкальное сопровождение этого фильма, именно через термин «вокс». Это издает уникальные звуки. Вроде вот такой аппарат маленький с антенной, и человек проводит руками по этой антенне, издаются просто какие-то неземные звуки. Вот этот человек находился у нас, тоже кайлом долбил нашу мерзлую землю. Вот так можно. Народный артист СССР Орловский заведовал клубом в нашем улусном центре поселка Уснера. Можно бесконечно долго говорить об этих людях. Мария Поликарповна, как учитель с большой буквы, сумела увлечь литературным краеведением не только многие поколения своих учеников, но и жителей поселка, и всего улуса. Еще в 2003 году по материалам музея составлена программа курса «Граждановедение». Книга сельского учителя «Мой край, воспетый музой страданий и любви» стала настольной книгой тамторских школьников, истинных патриотов Отечества. Очень горжусь своими кружковцами. У меня есть кружок «Поиск», где у меня в этом году записано 27 ребят, между прочим, в основном мальчики. И они помогают мне в переписке. Раньше, когда я была моложе, мы ездили в экспедиции. В музее у нас, в музее очень много материалов, уникальных материалов. Когда приезжают к нам гости, они это все видят. Позапрошлым году приезжала француженка, журналистка Патриция Пиманова, по-моему, фамилия, если я немножко могу ошибиться. Когда она увидела этот музей, она после этого оставила такой замечательный отзыв и уехала в наш поселок Устнера. Это 10 часов езды. Но потом, через два дня она обратно вернулась, чтобы отдать мне положить на стол 5 тысяч рублей. Я говорю, почему? Я говорю, я прошу, пожалуйста, летом поставьте крест от моего имени на обочине вашей трассы. Поставьте от Болгарина с такой надписью. Я это сделала. Сейчас у нас рядом с памятником, колокол, стоит и простой деревянный крест, где написано, что строителям Колымской трассы от Болгарина. То есть не только мы, не только россияне, но и другие народы, они помнят и понимают всю трагедию того времени, что было в первой половине 20-го столетия. Наверное, земля помнит, сколько страдало людей, сколько погибло на этой земле людей. Сколько остались под нашими холодными камнями народу. Они, наверное, помнят. У меня в семье тоже очень много репрессированных. Время совсем другое же было. Отец мой родной тоже получил 25 лет. Знаете за что? Он был очень хорошим охотником. Безграмотный старик, книг не считал. Очень хорошим охотником. И ему вручили медаль с изображением Сталина. Так в народе говорят, сталинская медаль. Вот эту медаль он получил, шел домой. Видимо, голодное было время. И он сказал своим двум друзьям. Ну что я буду с этим делать? Лучше бы 3 килограмма муки, и я бы своим голодным детям испек лепешку. Все. Это донесли, и он получил 25 лет. Меня всегда это очень сильно просто всегда. Вот вопрос, на который нельзя ответить. Потом Чесхан Николай Максим Забовский, он приходится мне дядей по матери. Тоже арестовали Аюнского. Он работал по приглашению Платона Алексеевича Аюнского в Институте языка и литературы заведующим сектором языка и литературы. Тоже арестовали. Родственник по отцу Алексея Федотовича Бояров, один из первых министров образования и культуры, тоже был арестован. Отправлен ссылку в Верхоянский Улус и Эхахая-1 пешком. Заболел туберкулезом, оттуда не вернулся. Человек, который впервые организовал здесь ликбезы, клубы первые, человек, который 90 лет тому назад открывал первый съезд учителей, человек, который первый из якутов вместе с черных якутским перевел красный шаман Аюнского, встречался с Горьким. Вот так пропадали человеческие жизни. Это всегда для меня было вопросом. Это одно. А второе – это литература, которую я безмерно люблю. И вот это, наверное, говорят, литература, она очень острая бывает в самые вот такие критические моменты жизни человека. Может быть, поэтому, вот когда люди писали от глубины своей души, старались выражать свои страдания, горести, печали через бумагу, поэтому их произведения оказывались еще более сильными. Вот это все вкупе составили мой большой пожизненный интерес, от которого я по сегодняшний день не могу и не хочу избавиться, потому что эта тема меня всегда волнует. И ответ на эту тему такой, что никогда такое не должно повториться. Сегодня из лекции заслуженного учителя Российской Федерации Марии Поликарповны Бояровой я узнала о существовании литературно-краеведческого музея, посвященному репрессированным писателям Ваймыконе. Узнала, как строилась Колымская трасса руками заключенных и думаю, что это было ужасно. Также ученики Марии Поликарповны через стихотворение Бориса Ручьева передали атмосферу неисторической тревожности, поэтому я считаю, что эта лекция была очень интересной и познавательной. Мария Поликарповна очень интересно рассказала про Амиконский район, про ее музей, в котором она работает, и про свою личную жизнь. Она также рассказала про одного замечательного поэта Бориса Александровича Ручьева. Она говорила, что его стихи очень затронули ее душу, и мне очень стало интересно, кто же этот писатель. И после этого я обязательно постараюсь более подробно изучить творчество Бориса Александровича Ручьева. И невольно вспоминаешь пронзительные строки поэта Андрея Алдан-Семенова, который семнадцать лет провел на Колумбе. Ветра проносятся косырье и погружают в снежный ил немые кладбища России и тишину ее могил. Над ними стынут обелиски, встают и бюсты, и кресты. В полночный час над ними искры летят из звездной пустоты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова